МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коросальского района подвел итоги прошлого года и поделился планами на текущие с населением региона. Проект неограниченных возможностей. В Алматинской области начался прием заявок на грантовый конкурс социальных проектов «ЖАС-ПРОЖЕК». За консультацией и советом. Консалтинг-центр для молодежи начал работу в Талдыкургане. Проект инициирован молодежным крылом «ЖАС-ОТАН». 30% объема промышленного производства Алматинской области формирует Карасайский район. Это почти 300 миллиардов тенге выпущенной продукции. Об этом рассказал Акимри Йона Жандарбек Долобаев на отчетной встрече перед населением, где, кстати, принимал участие и глава области Амандык Баталов. Какими достижениями запомнился прошедший год, смотрите в материале нашего корреспондента. На территории Карасайского района расположены такие промышленные гиганты, как «Хамлек Компани ЛТД», «Азия Агрофуд», «Эджи Брендс», «Кока-Кола» и другие международные компании. Они формируют львиную долю объема производства, которая превысила показатель 2018 года на 47 миллиардов тенге и составила 292 миллиарда. Отличные показатели и в сфере сельского хозяйства, где произведено продукции на 57,5 миллиардов тенге. Используемых в сельском хозяйстве у нас 75 тысяч гектаров земли. Земли ориентированы под зерновые, бобовые и другие культуры. Также за прошлый год произведено почти 20 тысяч тонн мяса, 77 тысяч тонн молочной продукции. Успешным оказался год и в плане привлечения инвестиций. Так, общий капитал пополнился на 124 миллиарда тенге, отметил Жан-Тарбек Долобаев. Налоговые поступления составили 71,5 миллиард тенге. Показатели растут, и это благоприятно сказывается на общем социальном положении региона. За прошлый год все социально-экономические показатели выросли, индикаторы выполнены. Все благодаря государственным программам развития, которые неуклонно стараемся реализовать. В районе растут с каждым годом число предпринимателей. Сейчас таковых субъектов 15 тысяч. Отчетная встреча с полным залом проходила в открытом формате. Каждый желающий мог задать свой вопрос. Интересовались самыми разными темами. И что важно, в отличие от прошлых лет, касались не личного характера, а насилия массовый. К примеру, строительство школы в районе Асларман. Ее возведение начнется во втором полугодии, заверил глава региона. Одним словом, темы были самые актуальные. Что вы думаете о блочно-модульных котельных, которые планируют состроиться по городу Каскелин? Да, я только что сказал, у нас 28 многоквартирных жилых домов. Мы туда должны по плану установить 7 модульных котельных. На сегодняшний день из них 3 получены положительные экспертизы, и 6 еще разрабатывается проектно-смертная документация. Поддержал нас Акимобласти, и в этом году мы начнем строительство, и до конца года завершим. Только остается один модульный котельный. Сейчас в данный момент сделана заявка, будем разрабатывать проект, и тоже окончательно будем решать этот вопрос. Собравшиеся смогли задать свои вопросы и главе области Аманде Кубаталову. Просили жителей выделить деньги на строительство стационарной больницы в станции Чималган. Интересовались электроснабжением региона, строительством мусороперерабатывающих предприятий. Все чаяния были услышаны. Решения вопросов взяты под особый контроль Акима области. Год прошел плодотворно, но нельзя расслабляться. В этом году должны взять под контроль стихийные свалки, ликвидировав их. Навести порядок вдоль автодороги в районе Алтынорды. Проводить еженедельные планерки. Построить надземный переход на станции Чималган. К слову, там также будет лифт. На этот проект выделено 330 миллионов тенге. Эти и другие актуальные темы должны быть на строгом контроле руководства района. В завершении отчетной встречи Аманда Кубаталов провела личный прием граждан. В рамках слышащего государства записались порядка 10 человек. Одни спрашивали про освещение малых улиц. Другие про реконструкцию водной системы в селе Жанатурмоз. Многие чаяния найдут выход в рамках государственных программ. И будут сообщены о решении в краткие сроки. Заверили местные власти. В рамках визита в Карасайский район Аманда Кубаталов ознакомился с ходом ремонта квартир, пострадавших от взрыва газа. Напомним, по улице Карасай-Батыра в городе Каскелен 8 января произошел взрыв газа, в результате которого погибли два человека, а также повреждены семь квартир. Восстановительные работы после взрыва стартовали 13 января. Сейчас ведутся отделочные работы. Уже завершены бетонные, установлены плиты перекрытия, оконные проемы и наружные двери. Полное завершение запланировано на 15 февраля. Стоимость работ составила 25 миллионов тенге. Глава края Аманда Кубаталов поручил ответственным лицам держать на постоянном контроле ситуацию и докладываться систематически. Встретившись с жильцами этого дома, Акимобоси рассказал им о проводимой работе и отметил, что выделены деньги не только на ремонт дома, но и на подключение природного газа. К слову, блочно-модульные котельные установят как в микрорайонах Мелиоратор и Бостаргай в Толгарском районе. А это значит, будет соответствовать всем современным стандартам и, главное, обеспечит безопасность. Радостное событие ожидало и 10 многодетных семей Карасайского района. В торжественной обстановке Аманда Кубаталов вручил им ключи от новых квартир. Дом расположен в микрорайоне Карлгаш и выкуплен по программе Норлежер для социально уязвимых слоев населения. Стоимость проекта – 373 миллиона тенге. Светлые, уютные и просторные квартиры не оставили никого равнодушными. Даже не верится. Спасибо за заботу. Делятся эмоциями новоселы. Ну, эмоции непередаваемые, конечно. Очень огромная благодарность, прям даже вот просто неописуемое состояние. Я очень благодарна всем тем, кто заботится о нас, кто нам помогает. Неожиданно было, правда, такой подарок. Это подарок, действительно подарок. Я уже вот в этом году пять лет, как стою на очереди. Я многодетная мама, у меня четверо детей. Так получилось, что я осталась одна их воспитывать. Муж умер, и вот самой возможности не было приобрести жилье. Поэтому я очень благодарна, что для меня это очень большая помощь. Изменения в лучшую сторону ожидают жители района и в плане обеспечения качественной питьевой водой. Тому поспособствует проект Каскеленский групповой водовод. На его строительство затратят в общей сложности почти 9,5 миллиардов тенге. Первый этап уже окончен. Полностью завершат в 2023 году. После завершения проекта централизованным водоснабжением будут обеспечены как минимум 300 тысяч человек Карасайского района. Продолжаем выпуск. 7,5 миллиардов тенге выделено городскому отделу ЖКХ в прошлом году. Все бюджетные средства освоены. Об этом заявил руководитель ведомства в ходе заседания комиссии партийного контроля. На встрече были обсуждены проблемные вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Представители партии Нур-Отан на протяжении недели мониторили работу в сфере ЖКХ и выявили ряд нарушений. Во многих организациях Талдыкургана отсутствуют специальные таблички со шрифтом Брайля, пандусы и дорожки для слабовидящих. Отделу ЖКХ даны рекомендации и срок устранить проблемы. Аналогичное мероприятие в следующий раз пройдет с управлением земельных отношений. В целом в сегодняшнем мероприятии заседания партийного контроля рассмотрели вопрос ЖКХ по выявленным нарушениям данной рекомендации, чтобы устранили, и на следующем квартале дано время, чтобы устранили. Ну, соответственно, в это время мы еще будем рассматривать их работу, как они устранили по этим вопросам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работа центра ориентирована на оказание консультативной помощи юношам и девушкам по разъяснению государственных программ. Первый заместитель председателя Алматинского областного филиала партии Нур-Отан Жамбулат Жергенбаев и медицинские сотрудники службы «Здоровый образ жизни» в первый день работы консалтинг-центра провели консультативные встречи с молодежью города. Специалисты выявили проблемы подрастающего поколения и ознакомились с поступающими предложениями. В дальнейшем к деятельности консалтинг-центра Кенгес-Орталга будут привлечены представители ЖКХ, местных исполнительных органов, палаты предпринимателя Атамикен, партии Нур-Отан и другие. Такие центры, я хочу отметить, что в дальнейшем будут открыты в центральном рынке, а также в коммунальном рынке. То есть, что оно нам дает? Те люди, молодые люди, та молодежь, которая работает на рынках, возможно, у них нет специального образования, возможно, у них нет нигде вакансий или они могут не знать об этом. То есть, мы будем информировать их по всем вопросам. Спрос есть? Будет ли продолжение? В 2020 году в Казахстане завершается реализация пилотного проекта «ЖАЗ-Проджект». Какие результаты достигнуты за три года существования нововведения? Каких успехов достигла молодежь, принявшая участие в проекте? Ответы на свои вопросы представители масс-медиа узнали на брифинге на площадке ЖТСУ-Медиа. Идея создания проекта развития молодежного корпуса, совместная работа Министерства образования и науки Республики Казахстан и Всемирного банка реконструкции. Вовлечение молодежи из категории уязвимых слоев общества, в особенности из сельской местности – одна из главных задач программы. В число пилотных регионов с 2017 года входит и Алматинская область. В тот год на территории региона было реализовано более 200 идей молодых авторов. В текущем году к Алматинской области присоединилась и Каргандинская. Число ожидаемых заявок, озвученного тандема, по словам координаторов, составляет 2,5 сотни. Я занимаюсь выращиванием зелени на воде, это гидропоника. Вращивание листьев салата я выращиваю на питательных растворах. Субстрат у нас идет керамзит. Так как ЖЭСПРОДЖЕКТ – это социальный проект, всю выращенную продукцию в течение полгода мы раздаем местным жителям, это пенсионерам, малообеспеченным семьям. И также на данном оборудовании я обучаю местных жителей. Конкурс начнется с 1 февраля по 1 марта. Все, что необходимо ребятам, это сделать несколько шагов. Первое – это собрать инициативную группу. В составе от 3 до 5 участников обязательно от 14 до 29 лет, обязательно не менее 3 месяцев проживания на территории области. Но это важно, чтобы проект мог реализовываться в каком-то конкретном сообществе. То есть прописка должна быть по месту района, реализация, соответственно, должна быть тоже по месту района. Дальше, как только группа создана, они придумывают какую-то идею своего социального проекта, не регистрируются на сайте, подают онлайн заявку и проходят трехэтапный отбор. То есть первый этап – это технический, где мы смотрим на соответственностьным критериям оценочная комиссия и рандомизация. Проект развития молодежного корпуса дает юношам и девушкам неограниченные возможности для реализации социальных идей. К тому же приобретенный опыт поможет в дальнейшем продолжить начинание уже при поддержке палаты предпринимателей. Живым воплощением примера для соотечественников является руководитель ИП «Гульсар» Нурбулат Карабасов. Со слов молодого предпринимателя, проект Jazz Project стал для него отправной точкой развития его собственного дела. О проекте Jazz Project я услышал еще в 2017 году. Тогда же подал заявку на участие, чтобы реализовать идею проекта электромобилей для инвалидных колясок. Получил безвозмездно один миллион тенге. В настоящее время у нас уже два представительства здесь и в Туркестанской области. В 2019 году по дорожной карте 2020 мы взяли 20 единиц комплектующих электромобиля. Сейчас в нашем регионе их насчитывается более 35 единиц, а общее количество составляет 60 штук. Jazz Project пришелся по душе многим молодым казахстанцам. Об этом свидетельствует высокое количество онлайн-обращений граждан. Лишь за истекший период их было порядка 10 тысяч. Но сейчас мы ведем достаточно активную работу и переговариваем с областными акематами о том, чтобы этот проект так или иначе продолжался уже из госфинансирования. То есть есть регионы, например, Актюбинская область, где уже выделены дополнительные средства, где уже с 2019 года они реализуют это из местного бюджета. То есть они взяли нашу схему за основу, взяли наш механизм, они работают с теми менторами, с пулом, который остался тренеров в регионе. То есть на дополнительную какую-то подготовку региону вести уже не нужно. По результатам трех лет реализации Jet Project около 9 тысяч человек стали обладателями денежных грантов. Финансирование получили 2600 проектов. Из них 2400 прошли весь этап до конца. Гульмира Тимиргалеева, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее. Разбойные нападения. В Талдыкургане поймали подозреваемых в нападении на экспедитора одной из торговых компаний. Истар, и млад. Зимний спортивный фестиваль в областном центре собрал порядка 300 человек. Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни. Посвящается Году Абая. Коллектив областной филармонии имени Суимбая провел музыкальный вечер в честь юбилея величайшего казахского мыслителя. Двое подозреваемых в вооруженном разбое задержаны в Талдыкургане. Оба являются местными жителями 1987-88 годов рождения. Факт зарегистрирован 29 января. В полицию поступило сообщение о нападении на экспедитора одной из городских торговых компаний. Двое неизвестных нанесли ножевое ранение и завладели наличностью на сумму около 1 миллиона тенге. Поднятые по тревоге стражи порядка в течение нескольких часов установили и задержали подозреваемых в тяжком преступлении. В полиции дополнили, что в ходе расследования подозреваемые также будут проверены на причастность к другим преступлениям. Получивший ножевое ранение экспедитор в госпитализирован больницу. В ходе оперативной расследования мероприятий были установлены и задержаны двое жителей города. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 192, часть 2 Уголовного кодекса Республики Астан, то есть разбой. На сегодня оба подозреваемых подворены изолятор временного содержания в управлении полиции города Талдыкуран, которые дали признательные показания. 19 тонн опасных отходов задержали на границе Китая с Казахстаном. Данный факт выявлен в январе текущего года сотрудниками таможенного поста «Алтынколь». В результате проверок были выявлены автомобильные шины, бывшие в употреблении в количестве свыше 2000 единиц или 19 тонн. Груз следовал из Японии в Казахстан, предназначался для одного из алматинских ТОО. В настоящее время по данному факту проводится административное производство, по результатам которого в отношении виновных лиц будут приняты необходимые меры, согласно законодательству Республики Казахстан. Вооруженный опер-взяточник задержан в Шемкенте. По информации антикоррупционной службы, ранее проводилось следствие в отношении оперуполномоченного. 30 января приговором Альфарабийского районного суда Шемкента он признан виновным в мошенничестве и незаконном обороте оружия и приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 8 миллионов тенге с лишением специального звания капитан. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Столичный полицейский спас семерых, не предав огласке героизм. Напомним, инцидент произошел 1 февраля. Во время дежурства он заметил столб густого дыма над общежитием. Ждать приезда пожарных было нельзя, поэтому, забежав в помещение, он принялся эвакуировать людей. Параллельно передал сообщение в дежурную часть службы пожаротушения. Ирланд Жанабаев вытащил из задымления 7 человек, в том числе двоих несовершеннолетних детей. В настоящее время причины задымления устанавливаются. Из-за найденной у побережья Венеции бомбы, эвакуация 3,5 тысяч человек, была проведена в воскресенье утром в порту Маргера в промышленной зоне города. Снаряд времен Второй мировой войны был обнаружен еще в январе. Он весил около 225 килограмм и мог взорваться. После подготовительных работ операция по обезврежению бомбы была назначена на 2 февраля. На время ее проведения движение наземного и воздушного транспорта в Венеции и ее окрестностях было остановлено. Сначала специалисты сняли с бомбы взрывателей. Затем она была доставлена на корабле в отдаленное место в море и взорвана. Наркотические средства украшены бриллиантом «Кольт» 45-го знаменитого «Эль-Чапо» и другие конфискованные у наркобаронов ценностей и оружия, собранные в необычном музее в Мехико, попасть в который могут далеко не все желающие. Экспозиция открылась в здании Национального министерства обороны Мексики. Посетить ее смогут только военные, сотрудники МВД, агенты служб безопасности и специально приглашенные журналисты. Морозы, солнце, день чудесный. Почти 300 человек приняли участие в зимнем фестивале, который прошел на ипподроме Талдыкургана. В его программу вошли катания на лошадях и санях. Главным событием, отмечают организаторы, стала лыжная гонка. Мой коллега Алексей Цой побывал на зимнем празднике, став очевидцем веселого настроения. Подать пример молодежи решил 68-летний Талдыкурганец Анатолий Беляков. Бежать на равных с крепкими парнями и девушками для него большая гордость. Ведь по силе и выносливости он ничем не уступает. Да и душа радуется, когда поколение помладше придерживается здорового образа жизни, признается спортсмен. В этом году ему исполнилось 46 лет, как он занимается лыжным спортом. К слову, в гонке Анатолий занял пятое место из 50 человек. Настроение высшее, высшее. Здесь так организованы, и шашлыки, и все прочее. И самое главное, что руководство города спортивное все так хорошо организовывает. И ГАИ здесь работает, все аккуратно. Никто никуда не... И постановка, и все, и подготовка стадиона. Ну, слов нету, молодцы, молодцы. Мне лично приятно от того, что приезжаю сюда. Грех тому, кто не приезжает. Ведь это надо приезжать самим и привозить сюда детей, жен, все прочее. Ну, это прекрасно. Нормально? Нормально. Мне лично нравится. Дополнило праздник состязания по борьбе с умо. И хоть специальные костюмы выглядят нелепо, этот необычный вид спорта требует хорошей физической подготовки. Правила просты – завалить своего соперника. Состязание прошло очень увлекательно. Мне очень понравилось бороться в этих костюмах. Они добавляют вес, и двигаться в них сложнее. В целом, здесь проходит все очень хорошо. Мне нравится. А для тех, кто не участвовал в соревнованиях, создана специальная зона для катания на санях, повозках и снегоходах. Прокатиться мог любой желающий и абсолютно бесплатно. Все это для заряда бодрости и отличного настроения, говорят организаторы. Ведь активный отдых – залог крепкого здоровья. Сегодняшняя спартакеда имеет большое значение для молодежи, так как занятия спортом – это в первую очередь тонус, это в первую очередь здоровье, хорошее здоровье. И зимние виды спорта имеют свою исключительность, потому что они приходят раз в год. И этот момент нужно использовать по-полному. Мероприятие завершилось, а хорошее настроение осталось. Победивших наградили ценными призами. Алексей Цой, Габид Кабдрахман, телеканал ЖТСУ, Талда Круган. Церемония открытия спортивных игр среди инвалидов состоялась в реабилитационном центре Ахжол-М Толгарского района. На мероприятии глава региона Жолан Умаров вручил комплекты спортивной экипировки участникам состязания. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Это один из первых оздоровительных центров, построенный в сельской местности. Ахжол-М функционирует более шести лет. Ежедневно его сотрудники занимаются 40 детьми с ограниченными возможностями. В учреждении есть все необходимое – тренажеры, бассейн, теплый пол. Особое внимание здесь уделяется спортивным кружкам. Здесь проводятся реабилитационные мероприятия, также по образовательной части. И очень большое направление у нас на спорт. На районе нет, где они могут получить хорошие медицинские услуги именно по реабилитации, по детской реабилитации. Поэтому мы приняли всех детей. Здесь и аутисты, и с диагнозом дауна, и даже есть сабилепсия, ДЦП. В общем, все заболевали. Ежегодно в стенах центра проводится торжественная церемония открытия спортивных игр. Дети готовят яркий концерт и доклады об особенностях параолимпийских дисциплин. В этот день 80 спортсменам подарили специальную экипировку, которую приобрели за счет спонсоров и администрации района. Хочу поздравить всех присутствующих с открытием спортивного сезона. Выражаю благодарность директору центра и всем, кто здесь трудится. Вы делаете неоценимый вклад. В прошлом году мы приобрели две машины инфотакси и обслуживали 67 человек. Сейчас мы подали заявку на приобретение еще двух. Даты на проведение спортивных игр в текущем году уже назначены. Так в ближайшее время пройдут соревнования по голболу, плаванию, легкой атлетике и настольным играм. Аделя Кжаркенова, Ербола Тантелов, телеканал ЖИТУСУ, Толгарский район. Такой оказалась информационная картина этого дня. Спасибо за внимание. До свидания.